хоба привет с вами доктор влад я сегодня с тридмила на тридмиле когда ходил еще вспомнил ролик вот у меня был куда бы я смотался из россии будь я сейчас в саратове да и вот сейчас думаю надо что-то выкладывать наверное я как я обещал вот с платного канала я выкладываю ролики сюда там по истечении какого-то времени и вот очередной как раз вот этот вот куда бы я смотался из россии окажись а сейчас саратове да ну посмотрите и богу не помню что я там говорил но ребят я всегда говорю очень искренне смотрите этот мой старый ролик он 17 октября был пока и ну подписывайтесь на платный канал конечно будете смотреть эти ролики раньше все некоторые я оттуда даже не буду это не буду выкладывать в общий доступ потому что меня убьют то что там там есть такие ну очень частные вещи ну ладно пока все смотрите наслаждайтесь хоба привет с вами доктор влад я вот с утра размышлял о чем мне записать очередной платный ролик я уже было совсем собрался записать ролик как нужно худеть 60 лет но потом прикинул что у меня там ну всего сколько там 11 человек я не думаю что там старичи у меня собралось вот и вряд ли это будет интересно подождем пока побольше будет народа на платных на моем платном канале да вот и тем более что сейчас скоро ноябрь без того похудеете еще как ну там видно будет вот и я решил насколько я понимаю у меня там основном народ собирается как смотаться из россии ну вот я решил записать ролик чтобы я сейчас сделал россии если вот я был сейчас да как бы я поступил куда бы я сейчас удирал и в общем в у меня ответ однозначно абсолютно и я вот с этим сейчас моих сладких платных подписчиков ознакомлю как это нужно сделать чтобы быстро быстро ну и все и началась до моя история я один раз уже уезжал в эту страну но не доехал стыдно признаться а страна финляндия я там познакомился с одной тете причем не то что там брак да просто у нее там была какая-то группа спортивная оздоровительная вот и она меня позвала как врача рефлексотерапевта она тоже там что-то чудила вот пыталась как-то лечить то ли массаж что ли еще что-то ну в общем лидером была в этой группе тетка так себе вот но она русская вообще-то ну и не бедная во всяком случае она с этой группы хорошо имела и вот она меня просто пригласила пожить полечить ну и посмотреть что дальше будет я собрался в питер сначала да но в питере же через питер финляндию вот и умудрился в этом питере стыдно признаться одну ночь я там проводил надрался ну напился вот и с утра поперся в это финское посольство от меня разит меня оттуда шугнули в общем не охота мне рассказывать всю эту историю до конца вот ну в общем так я туда вернулся обратно короче может быть это и к лучшему вот и в общем то у меня еще один друг есть ну так товарищ приятель из саратова который запросто ездил финляндию подрабатывать вот но он как сказать ну ватником я его не назову но он любит путина он любит россию туда ездил в общем он еще старше меня да и вот он ездил уже примерно вот в таком моем возрасте работал там зарабатывал я не скажу что он знал финский хорошо но какие-то слова но ему хватало во всяком случае подрабатывать там он подрабатывал как у какого-то фермера там что-то помочь принести он такой парень то ну не то что крестьянин узнает работу такую на земле да вот и вот как бы я поступил уже конкретно да ну начал бы конечно с финского языка что из себя представляет финский язык он довольно сложный но ребята одолеть можно вполне я начинал у меня был маленькая тоненькая такая книжка самоучитель финского языка и вам в принципе нужно знать не надо 500 слов и как их между собой складывать и тем более это вот тогда еще было да а сейчас как ни странно я залез в интернет полно полно и пособий и на ютюбе очень много финского языка и в принципе выучить его можно достаточно быстро я всегда привожу в пример эту историю я не знаю правда или нет когда в каком-то концлагере пронесся слух что завтра будут большие расстрелы но татар не будут трогать да вот весь этот лагерь за одну ночь выучил татарский язык я не скажу что он сложный у меня в саратове уж полно татар вот и у нас в классе много было татар вот и я когда там учился в саратове школе я но маленькая разбирался в татарском языке в основном почему-то матерные слова вот и финский если не за одну ночь ребята месяца хватит вот если сесть до на это выделить время каждый день по нескольку часов учить вот долбить и месяц хватит для того чтобы получить хороший пинок в финский язык вот а потом уже на месте его отрабатывать сейчас вообще языки учить но не сравнить с тем что было в мои времена да господи ни учебников ничего не достать потом появились сидюшки а сейчас просто youtube сейчас на ютюбе можно делать все можно учить язык можно смотреть фильмы вот а вообще абсолютно все есть вот и ребят даже не размышлять кроме того вот вы может быть не знаете но мне бабушка рассказывала еще что финны это это же была территория россии в свое время у меня бабушка из Питера в чем дело и вот они на лето ездили как она говорила к чухонцам вот там молочко сметанка туда-сюда она их ну простите моя бабушка на из людей не считала и когда гораздо позже уже она уже была действительно моей бабушкой я ей как-то сказал что финляндия лидирует по производству знаете чего в мире по производству белья для больниц вот эти эти простыни на лучше именно для для больниц покрывала какие-то вот она мне не поверил чухонцы не могут ничего на самом деле им только корову даете а на самом деле финляндия эта страна ну довольно высокоразвитая вот и там можно зарабатывать и там можно жить и можно если вы нацелились в америку опять же можно через финляндию понимаете то есть в два прыжка как я говорил в предыдущем ролике евреям можно в америку через израиль в израиль еврею попасть несравненно проще а потом из израиля в америку также финляндия главное вам сейчас как можно быстрее смотаться из совка верите мне или нет мой ролик о том что случится в ноябре уже набрал 150 тысяч просмотров так вот верите в этому ролику или нет но в ноябре будет белый пушистый зверек тем более сейчас это вот накладывается я уже в прошлом сегодняшнем ролике говорил на выборы вот в америке в самом начале ноября вот и как пить дать россию в чем-то обвинят уже сейчас просто россия мальчик для бытия еще момент вот у меня тут знакома одна из россии она очень долго не могла получить green card вот уже сейчас вот и почему ну я едва не откровенно говорят что ты русская вот и сейчас к русским относятся плохо в америке вот действительно я не хочу сказать на улице тебя встречают убьют морду нет а именно вот твоя графа откуда ты приехал для всех этих иммигрешен сейчас я слава богу проскочил но это было давно а сейчас очень трудно русским даже вот со стерильными как говорится документами да ничего такого не был не воровал не сидел вот но из россии и очень тяжело продвигается все проверяют и так далее понятно да ну все вот мой ролик сегодняшний но там дальше что-то еще будет всего хорошего до свидания доктор влад с вами на трейдмиле пока